Продолжение следует... При этом наша кровь становится на пол-литра густее. Разберемся. Кровь состоит из плазмы и кровяных телец. Если плазмы становится меньше, кровь сгущается и кровяные тельца слипаются, образуя тромб. От того, что этот тромб заткнет, зависит судьба человека. Вот почему самое большое количество инсультов с 5 до 8 утра. Вот откуда скорая у подъезда. И вот откуда расхожий совет выпивать с утра 2 стакана чистой воды. Мне нравится бутылочка. Из нее удобнее пить, если встаешь ночью. Она стоит у кровати. И как только нога касается пола, бутылка должна коснуться губ. Надо скорее восстановить потерю жидкости. А еще лучше, если вода теплая. Казалось, почему? Потому что она не всасывается в кровь, пока не приобретет температуру тела. А 40-градусная вода почти сразу окажется в вене. Современные электрические чайники позволяют подогревать воду до любой температуры. И даже делают это по будильнику. Не нравится бутылка? Найди себе такой чайник и поставь его в спальне. Будет вам и теплая вода, и счастье. Но вернемся к почкам. В нашем теле постоянно творятся темные делишки. Ему очень нужна уборка. Мы каждый день съедаем кучу продуктов, нашпигованных солями и токсинами. Пищевая промышленность делает все, чтобы быстрее вырастить, дольше хранить и сделать невкусное вкусным. За последние 5 лет количество токсинов продуктов выросло в 10 раз. Мы с каждым годом поглощаем все больше и больше этой гадости. А выводить это должны почки? Должны. Но если мы не пьем достаточного количества чистой воды, все эти соли откладываются в костях, как в могильнике. А если к этому добавить еще токсины, которые образуются от переработки белка и жиров в нашем организме, то получаем тотальный токсикоз. Причина проста. Нехватка чистой воды для приборки. Получаем на выходе все признаки токсикоза. Апатию, вялость и, как ни странно, тягу на сладкое. Ну и, конечно, последствия. Выхлоп, потливость, болезни суставов, кариес и даже защитное бесплодие у женщин. Вы не ослышались. Организм, постоянно находясь в пищевом токсикозе, даже подумать боится, что нагрянет еще и токсикоз при беременности. Он с этим может не справиться, и посему втыкают все возможные палки в колеса, препятствуя зачатию. От спаек до снижения либидо. Сколько же нам выпивать в день, чтобы убраться? Все слышали про полтора литра. Но никто не знает почему. Рисуем. 7% нашего тела – это кровь. Для среднего мужчины в 70 кг – это 5 литров. Бутыль. В крови 60% – это плазма. Трехлитровая банка. Наш организм, чтобы выжить, должен каждый день обновлять половину этой плазмы. Задача почек – вывести с ней соли и токсины. Половина банки – это полторашка. Вот откуда полтора литра. Когда же лучше пить, тоже важно. Для влажной уборки не годятся растворы, соки, супы и чаи. После них самих нужно прибираться. Вы же не делайте влажную уборку, окуная тряпку в соки. Только в воду. А если мы поели и запили еду водой, во что превратится вода в желудке? В суп, в раствор. Значит, пить надо на голодный желудок. Спустя 2 часа после еды минимум, но самая важная вода – это все-таки утром. Вывод. 2 теплых стакана и не меньше литра в течение дня. Я ставлю очередную бутылочку на рабочий стол и выпиваю ее до обеда. В обед ставлю вторую. Так легче, стаканами у меня не получается, все время забываю. А бутылка мозолит глаза. В общем, пить или не пить – вопрос не стоит. Лучше вовремя попасть на планерку, чем не вовремя в больницу. Пожалуйста, берегите себя. Надо выжить любой ценой. Все только начинается. Ваше здоровье.